Дорогие христиане, сейчас вам вот что скажу, нужно что-нибудь сказать, вот что вам скажу. Не все молитвы понимаются нами одинаково и не все читаются с одним и тем же чувством. Вот я сегодня читал это Евангелие про Марию и меня вот задушили слезы, сам не знаю почему, это то самое Евангелие, которое я меньше всего чувствовал и понимал, вот за все свои годы 25 лет служения, там где Мария пришла к гробу, его нету, вот он есть, она его не узнает, где его, куда забрали, сейчас возьму, понесу его. Мне вообще ничего это Евангелие не говорило, вообще ничего, до некоторого времени, но вот уже два или три года, я не могу сейчас без слез, мне стыдно, но как бы у меня души, как бы я плачу. Я читаю, как бы я плачу, ну непонятно, плачу, а вот много-много лет я читал, где он там, чего там, а вот Иисусе там, вообще далеко мне это было, далеко это все. И я вспомнил сегодня одну вещь, которую я читал у каких-то святых людей, которые сказали, вот читай те молитвы, которые не понимаешь. Вот шестопсалмия, например, я его знаю наизусть, знаю давно, лет 20 уже знаю наизусть его. Но есть там псалмы, которые я знаю сердцем, а есть псалмы, которые я знаю только головой. И было такое время, что именно то, что я знал, головой в сердце мне не выходило, потом все поменялось. Те, которые я в псалмы читал с трудом, с большим, потом как-то они прогрызлись и стали мне очень близки и понятны. Возможно, это касается и вас. Я сейчас так говорю для вас, потому что мне нужно вам что-нибудь сказать такое, чтобы вам было чем заниматься, чтобы у вас была работа. То есть моя задача дать вам работу. Священник вообще это человек, который людям дает работу, это работодатель. И он как бы должен дать людям задачу. Если мы этого не делаем, то потом вы же нас и повесите, как уже было в революции. Вешали священников не китайцы и не литовцы, а свои же прихожане. Приходили и вешали. Может быть именно за то, что мы не давали вам работу. Так вот, если у вас, например, что-нибудь не получается, не дается, вот вы слушаете, читаете, не понимаете, слушаете, не идет. Вот это слушаю с удовольствием. Это слушаю вообще, вот не идет вообще. Что это такое вообще? То может быть, это самое важное, что вам нужно как раз прогрызть и добраться. Потому что вот есть же такое понятие, как орех. Ну вещь такая есть. У нее горькая кожура и твердая сконлупа. Потом уже сладкая сердцевина. Все есть горькая и твердая. И только в глубине уже есть сладкая. То есть то, что сладкое снаружи, оно тоже хорошо. Вот сладкое, да и все. А есть такое, что оно горькое, твердае, а потом бац и сладкое. Это орех. А между прочим, именно орех, миндальный орех и процвел на жезле Моисея. Когда Бог показал, что Моисей самый главный, а Аарон, брат его, тоже самый главный, вот процвел. И этот Моисеев жезл процветший, орехом процветший, он хранился в ковчеге Завета. Это указание на Божию Маню. Значит, я все это возвращаю от богословия, к нашей простой, так сказать, человеческой жизни. Значит, если что-нибудь не дается в молитве, то, может быть, это то самое важное, что и нужно взять. То есть нужно просто потрудиться. Потому что когда вот возьмешь, все, это уже твое. То, что легко дается, начинать нужно с того, что дается легко. Считаешь, что ты там молитвом, там, помилуй мне Божий, поведется милость твоей. Ну, понятно все, понятно. Помилуй мне Божий, поведется милость твоей. А потом что читаешь такое, а там вообще непонятно, это о чем вообще говорится. Я здесь причем. А потом прогрызешь это, и вдруг окажется, что это самое важное для тебя. Вот это у всех бывает, у меня тоже бывает. И некоторые вещи, вот в Евангелии, в Салмах, в Писании Святом, то, что ты раньше слушал так паровозом, как поезда, проходит возле уха. А потом вдруг такое слышишь, елки-палки, это же про меня сказано. Прямо сейчас, прям про меня, вот каждое слово, это обо мне. О, Господи Иисусе, ты начинаешь и плакать, и смеяться, и плясать, и умирать одновременно. Вот такая штука. Вот я много-много лет читал вот это Евангелие. Я читаю ее уже там, не знаю, сколько уже, уже сотни раз. А вот мне было до лампочки вообще, потому что Мария плакала, потому что там Христос явился. Вообще до лампочки. Ну Мария, ну Христос, ну явился, ну и что. А вот уже лет, два или три года, как бы, я не могу без слесного читать почему-то. Не могу. Она плачет, ходит, где мой Господь? Я говорю, где? Я даже это слово не могу произвести. Говорит, где мой Господь? Взяли Господа моего, не знаю, куда положили его. Говорит, забрали Господа моего. Где мой Господь? Говорит, слушай, слушай, если ты его забрал, то скажи мне, куда ты его унес. Я его заберу, там это самое. Говорит, Мария, она голосом услышит, а она ему в ноги бросает. Говорит, не трожь меня, я еще не захал к сумме. То есть, вообще, кошмарная история. Простейшая и кошмарная. То есть, я без слез ее не могу понять, прочитать и пересказать. Но я 25 лет читал эту историю без всяких слез. А потом, как-то она мне зашла в душу, я тебе без слез ее читать не могу. Не знаю почему. Вот такой фокус, такая штука. И такое же оно касается и псалтири, вот 6-то псалмия тоже самое. Вот есть псалмы, которые я знаю, но не понимаю. А есть, которые я понимаю, но плохо знаю. А есть такое, что я и понимаю, и знаю, и оно мне как бы так... Я бы его каждый день почитал, как ел бы, как сметану с сахаром, с малины. Вот прям бы ел бы, ел бы эти слова, святые слова. Ел бы, ел бы, ел бы, и мне было бы все мало и мало и мало. И у вас тоже, дорогие-дорогие христиане, должны быть такие слова в Библии, которые бы вы ели, 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 чтобы вам было все мало и мало и мало и мало. В псалмах, в молитвословии, в акафистниках, в литургии, там, что вот ешь, 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 оно все вкусно и вкусно и вкусно. И не тяжело, потому что земная пища натягчает, а духовная не отягчает, оно вкусно и не отягчает. Вот такие, примите от меня сегодня вот такое слово накануне Нового года. Христос воскресенье! Субтитры подогнал «Симон»!